Это воркшопы, геймплеи и дебрюки. Во время воркшопов мы что делаем? Мы стряхиваем то, что мы принесли с собой с улицы, потому что игроки приходят неподготовленные, то есть нет заранее подготовки. Они приходят на игру и сразу открываются... Это ларпы, да. У нас до 90% новичков может быть в игре. И это нормально, и мы это очень любим. Ну вот, смотри, они стряхиваем с улицы, как-то приходим в себя, потом у нас идет формирование коллектива, формирование доверия. Потому что ларпы, вот black box ларпы, в том понимании, что мы делаем, это про ко-создание истории. И если вы чувствуете себя комфортно в них, в этих историях, да, как они развиваются, то тогда вы можете больше раскрыться, позволить себе быть более нежными и лучше чувствовать себя, чувствовать других, и лучше, больше получить от игры опыта. Далее идут воркшопы на создание персонажа, потому что мы создаем персонажа в процессе игры. Да, могут быть какие-то вводные, но чаще всего их и нет. И идут воркшопы на понимание механики игры, потому что в ларпах механика игры может отличаться вообще кардинально сильно и много. я тебя попрошу, пока у нас есть время, можешь подсоединить, чтобы он не касался. И если нужны какие-то еще воркшопы исполнительные, специфические, это мне, а там есть переходник под ТВ. воркшопы, то мы тоже погружаем их воркшопы, но сегодня я хочу поговорить с вами именно о доверии, как проверять доверие у игроков, и как с помощью тех или иных механик мы добьемся результатов. Но прежде всего я хочу поговорить, что такое доверие. Потому что чтобы с вами вместе решить... А, еще важный вопрос. Перед тем, я построила так, что сначала есть лекция, что такое доверие, мы разбираем какие-то факторы, потом разбираем механики, а потом я планировала разрабатывать воркшопы самостоятельно, в группах или индивидуально, и презентовать, потому что я искренне... потому что я искренне верю в то, что мы можем ходить на лекции, и это очень классно, мы можем все это слушать, записывать, или как люди постоянно приходят фотографировать все, что ты показываешь на слайдах. Но, друзья мои, если мы с этим ничего не делаем, причем есть такая статистика, что если ты в течение 72 часов не применяешь полученное знание на практике, оно уходит практически полностью. Поэтому мне очень хочется потратить это время с тем, чтобы у нас у всех был результат, и каждый из вас получил опыт создания воркшопа на Дарее, возможно, это изменит ваш геймастеринг, возможно, личный опыт, возможно, вы придумаете вообще какую-то новую сферу, где вы хотите использовать эти вещи. Я хочу что-то про себя расскажу. Ты хочешь уже, да? Нет, я не хочу. Просто все как-то покивают. А, все. Даша, ты можешь вплести вопрос, что такое доверие, и давайте вы выкидываете, что для вас, как вы понимаете доверие? Очень сложное слово. Но здесь нет правил, комфортные условия. Отлично. Готовность открыться. Готовность открыться. Вы вообще отлично. Супер. Что-то еще? Ну, когда мы можем проявлять свободно свои эмоции, смеяться, плакать, обниматься. Я нашла... Самое лучшее. Я прочитала вчера много-много словарей по доверию, и я нашла то, которое резонирует со мной больше всего. Это ожидание, что человек и организация будут действовать в наших интересах, или не в ущерб нам, даже тогда, когда мы уязвимы и не можем их проконтролировать. И это как раз то, что для меня отвечает важности доверия в ларпе, в игре. Потому что, когда я знаю, что меня не ранят, когда я буду экспериментировать, когда я знаю, что я могу сделать что угодно, и потом мне не будут тыкать пальцем и говорить, м-м-м, да ты тиран, ну я все про тебя знаю, то я могу себе позволить большую свободу. И на самом деле, наверное, именно это и привело меня в ларпы, и вот до сих пор удерживает, это то, что когда ты оказываешься в сообществе людей, которые готовы тебя принять, которые ты доверяешь и которые доверяют тебе, и вы можете вместе быть уязвимыми и очень сильными одновременно, это такое волшебное чувство, такой волшебный круг, который они хочется покидать, и ты такой, да, весь мир должен доверять друг другу и чувствовать это. Это очень прекрасно. И именно поэтому я вас отвечу на важный вопрос. Кому вы доверяете, и что вызывает у вас доверие лично у вас? И давайте сделаем по кругу, чтобы каждый высказался, и мы начнем. Вообще сложный вопрос на самом деле. Лично я могу сказать, что для не очень многих количеств людей, то есть, как правило, ты достаточно близкий к другу в плане вас, в плане всех причем, и каких-то очень хороших знакомых, которые со мной есть на одной волне, возможно. То есть, получается, это люди, которых вы уже знаете, то есть, у вас уже есть опыт общения, и те, у которых у вас есть одна волна, пока что мы так выделили. В целом, да, можно сказать. Ну, и вас связывают какие-то общие связи. Ну, это, наверное... Общий интерес, конечно, в другом случае должны быть для какого-то там... То есть, я, по-моему, отчаянию буду непожидательно настроить незнакомому человеку, но не могу сказать, что я вам доверяю там вот так вот. Угу. 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 Хорошо, спасибо большое. Ну, я бы сказал, что я не доверяю никому, но это, наверное, было бы немножко не тем форматом. Это больше к психологам, да. Ну, хорошо, а что вызывает у вас доверие? Ну, есть люди, которым я доверяю в том или ином, скажем, контексте, да, и доверие вызывает, наверное, именно пережитый совместный опыт, когда, ну, мы друг друга как-то проверили и понимаем, что, во-первых, мы думаем примерно об одном и том же, а во-вторых, мы действуем, как бы, чтобы это было согласовано. Хорошо. Опыт и единство мнений, ну, единство планов. Да. Я немножко нарушу общую тему, я нарвалась в картину, потому что у меня были очень плохие опыты с нордиком, и я не готова сейчас это вот... Я не спорчу просто всё это вот. Уходите. Нордики как раз... У меня нет доверия к нордикам, если вас... Одовряют... Офтаут. Мы это понимаем. Ну, сори, короче, я лучше тихонько... Чувствуйте себя хорошо при этом. Офтаут. Мы заботимся о том, что вам было хорошо. Вы чувствуете себя хорошо, выходя. У меня тоже всё сложно с главерием в глобальном жизненном смысле, но при этом для мятного доверия это некоторое... В локальном смысле в некоторых ситуациях, например, в ситуации ролевой игры, особенно такой небольшой ролевой игры, наверное, формата, это получает такое скорее доверие по дефолту, пока человек не доказал обратно. Вот то есть некий определенный уровень, чтобы в заданных рамках, которые мы все там либо говорили, либо негласно принимаем, а вот там условия с предыдущего слайда будут выполнены. А в чуть более широких рамках это, наверное, кроме вот опыта, ещё проявление симпатии, такое базовое. Прекрасно. Симпатия отличная вообще. Две стороны. Супер. Ну, сложно. Это слишком общий вопрос, потому что есть там, например, какие-то профессиональные сферы, в которых я могу человеку доверять, исходя из его компетенции. Компетенции отличная. Вот. Есть некий там дружественный круг, где я могу доверять человеку в плане того, что я могу пригласить его домой. Да. И есть более интимное доверие. И это, как бы, совершенно другая категория. Ну, и у каждой из них есть довольно много параметров. То есть это слишком широкий вопрос для меня. Это сейчас будет, ну, как бы, довольно пространное размышление. Ну, пока что я поняла компетенции. А для того, чтобы, вот, давай ограничимся уровнем детей приглашать человека домой. Уровень, где я приглашаю человека домой, вот, на этом уровне доверяю любому человеку, который не доказал обратно. Угу. Окей. Хорошо. То есть это базовое, как бы, расположение и дружественность, в принципе, это, наверное, какая-то категория доверия, в том числе. Окей. Спасибо. Хорошо. Ну, у меня, вот, очень я, как бы, согласна с пережитым опытом. То есть у меня доверие очень сильно связано с тем, что вместе переживалось либо не переживалось. плюс еще... Как я отзывала, что второе это сказать. И для меня почему-то вроде было такое, типа, важное. А что вызывает у меня доверие? Ну, во-первых, это такой очень важный для меня тоже пунктик. Какое-то, ну, соответствие слов и, ну, там, действия. Это, может, немножко даже так пространно звучит. Нет, отлично. Это первое. Второе, опять же, ну, открытость. Ну, такая, типа, вот, опять же, обоюдная открытость, когда я понимаю, что мне позволяют себя проявлять. Вот это вызывает у меня доверие. Как подставить? Нет. Что? Честно. Так. Второе направлено на лицо. Ну, окей. Ну, окей. Ты где-то ее поставишь? Держать в руку я буду. Да. Потому что мы рассказываем, но мы тоже снимаем тех, кто говорит. Правильно? Да. Хорошо. Если в целом подытожить, есть, по сути, две группы доверия. Ну, на самом деле, есть три группы доверия. Есть рациональная, есть эмоциональная. Есть еще какое-то подсознательное доверие. Не знаю, он мне напоминает моего отца. Давайте, поскольку мы не можем работать с этим сегментом, мы не будем на нем фокусироваться. И если говорить о рациональных, они у нас четкие, их можно посчитать. Есть эмоциональные, они тоже довольно четкие, но они затрагивают, если это затрагивает рациональный наш мозг, то эмоциональные затрагивают наше сердце, грубо говоря. И к рациональным факторам я вот вывела пять. Возможно, будет больше, но я вывела то, что, мне кажется, наиболее приемлемо к игрокам. Потому что есть доверие между игроками и геймастером, есть доверие между игроками и игроками. И то, и другое, на мой взгляд, должно иметь место, если мы хотим, чтобы лапс состоялся. Ну или другая, на самом деле, интеракция. Даже необязательная игра, но что бы вы ни делали, но если вы хотите, чтобы участники вашего взаимодействия у них хорошо, то если у них будет доверие, просто все, что вы делаете, выйдет на новый уровень. Рациональные факторы. Понимание выгоды. Вы должны, по идее, ваши игроки должны прийти и понимать, зачем им эти напряги. Зачем им из закрытого человека, который никому не доверяет, превращаться в чуть-чуть менее закрытого человека, который хотя бы чуть-чуть, но готов открыться. Смотрите, в идеальном мире, да, игроки приходят и они такие, я все осознанно сюда пришел. Но в реальном мире люди приходят, порой сами до конца даже не понимают, зачем. И как геймастер, я, например, иногда объясняю людям, какой опыт они могут получить из этой игры. Я говорю, эта игра такая-то, здесь вы можете исследовать одно из тем, которое может быть исследовано это, 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 например, это ларп о семейных отношениях. Я его сделала, потому что меня интересовался вопрос. Это не значит, что это только об этом, но вы здесь можете исследовать и объяснить человеку, что он получает. Например, я пишу ларп для курса эмоционального интеллекта, я говорю, ребята, вот здесь мы разберем, как мы работаем в конфликтах, как мы взаимодействуем. И если у человека резонирует, классно. Если нет, мы и работаем с другими факторами. Последовательность действий. То, что вот говорила Даша, очень важно, чтобы слова соответствовали действиям. И это очень важно, во-первых, чтобы слова гейммастера соответствовали действиям гейммастера. Если он говорит, вы должны расслабиться, я вас позаборю, и вы будете в полной безопасности. А потом вы на него, против него играете и составляете учиться в себе небезопасности, то это очень плохо влияет на доверие, естественно. То же самое вы должны просить от игроков, что если вы все согласились о чем-то определенном, и вы не соблюдаете, то это рушит вот эту вот magic circle, которую можно создать. Но если вы следите за этим, и это на самом деле не требует больших усилий, а большим направлением, то тогда все собирается в кучку, и все работает на вас. Предсказуемость. Особенно важно всякими ларпами и стрессами, и с большой, ну, бывают ларпы с большой секретностью, да, где мы говорим, мы вам ничего не скажем. Но это неплохо, если мы очень хотим использовать игровой элемент. Но, например, вот вечером я буду проводить ларп, где люди все время находятся в состоянии слепых, и там я объясняю все, что как будет происходить. Потому что я отчетливо понимаю, что люди уже находятся в некомфорте, ну, в непревышенной для них ситуации. И чтобы они могли расслабиться и позволить себе играть, то им желательно понимать, что будет, как будет их делать. Соотношение ожидания и реальность. Это скорее относится анонс и того, что реально происходит, того, что ты заявляешь, что реально происходит. Чем-то оно перекликается с последовательностью действий, но вот этот сегмент работает до того, как люди еще пришли. То есть вы создаете определенные ожидания, и вы им даете эти ожидания. И оценка риска. То есть иногда хорошо людям объяснить, вот они приходят, и они очень холодные, да, и вот мы как, мы называем прогревом, так же, как мы макетинге, прогрев игроков. И если он понимает, что ему очень стремно, ну, можно поговорить, окей, ребята, вы можете не взаимодействовать, и тогда вы получите этот и этот результат. Вы можете сегодня позволить себе быть более свободными и доброжелательными к самим себе, и тогда вы получите этот и этот результат. По сути, чтобы они сами не пытались прикинуть риски, не понимая далеко ситуации, вы можете им рассказывать, какие ситуации уже случились, и подсказывать им, какие действия придут к каким результатам. с рациональными. Кто-то хочет что-то добавить, может, от себя? Когнали дальше. Эмоциональные факторы. Эмоциональные, связанные с тем, как мы влияем. Первая – оценка доброй воли партнера. Это очень для меня интересный и очень важный фактор доверия. Смотрите, если мы видим, что человек приходит и хочет сам что-то делать, я им доверяю. А вот я нанимаю у людей на работу, да, и я задаю мне вопрос, почему! Вот есть люди, которые хотят работать, а есть люди, которым надо работать. И я предпочитаю работать с теми, кто хочет работать. И у меня дляstä очень просто потому, что те, кто хочет работать, они будут делать работу, потому что у них есть внутреннее желание. А те, кто надо, они будут делать… И поскольку я, например, работаю с текстом, я всегда вижу, когда текст написан, когда человек просто вот сел, ну хорошо, он поработал, он написал классный текст, все классно. Или он написал классный текст, но при этом работать не хотел. Здесь в игровой сфере то же самое, да, когда говорят, ну вот меня назначили, вот меня тут привели, то возможно человек не очень хочет здесь находиться. Если он не очень хочет здесь находиться, возможно, ему не стоит здесь находиться. Вот то же самое, вот в нордике, да, мы говорим, опт-аут это очень хорошо. Если человек чувствует, что он не хочет здесь находиться, ему не надо здесь находиться. Почему мы настолько педалим опт-аут и говорим, да, ребята, ничего страшного, если вы выходите из игры, даже если это кому-то поломает игру, потому что мы хотим для наших игроков, чтобы они чувствовали себя хорошо. Хорошо. Если наш игрок чувствует себя плохо, мы этого не хотим, только если он специально не хочет исследовать, каково это быть, когда тебе плохо. И для меня, например, после работы старта уже непонятно, как вот, как бы человек, ему не хочет находиться где-то, и ты ему говоришь, нет, ты должен это делать. Для меня уже это непонятно, потому что я понимаю, что качество очень сильно падает в все взаимодействия. Общность ценностей и мотивов. Вот здесь, мне кажется, говорил Сергей, и, не помню, может, ты тоже говорил про общность? Я не вижу от себя. Виталий, Валерий? А, что? Он говорит, что пережитый опыт. А, он говорит, что пережитый опыт. А ты говоришь про общность, я точно про моего говорю. Общность ценностей и мотивов. Смотрите, оно вот перекликается с этим, да, потому что если мы понимаем, что мы сидим в одном поезде, едем в одном направлении, мы туда приедем. И мы доверяем, ну, потому что никто не собирается хайджекать этот поезд, угонять его в противоположное направление. Если мы этого не делаем, если мы не понимаем, ну, зачем мы здесь, если люди об этом не говорят перед игрой, возможно, это будет не очень. Поэтому в ларпах, например, мы, ну, позволяем игрокам говорить, вот я хотел бы вот так и вот так, чтобы у меня все произошло. И это кое-каке, во-первых, ожидать от него и способствовать его более качественной игре. Доброжелательность. Доброжелательность наше все. И как получить доброжелательность в коллективе? На самом деле, если ты излучаешь сам доброжелательность, то люди обычно, если они не знакомы, они просто копируют твою культуру, культуру лидера. То есть, если ты геймастер, и ты такой весь дерзкий, резкий, то ты можешь ожидать, что и игроки будут принимать себе так, если они ранее не были знакомы. Или они примут, или они замкнутся. То есть, у тебя там два. Поэтому, если ты хочешь культуру игры, чтобы люди чувствовали себя хорошо, и... Просто я всегда хочу, чтобы люди чувствовали себя хорошо, уверенно могли позволить себе экспериментировать. Может быть, кто-то не хочет, но... Не знаю, у меня тогда большой вопрос. Открытое для осуждения проблем. Это супер важно. Это туда же из сторону оптаута. Если ты можешь заявить о своей проблеме, и ты будешь знать, что... Все скажут, да, окей, типа, мы готовы тебя послушать, это провоцирует сильное доверие, это провоцирует высокую свободу действий, это помогает людям выйти на новый уровень игры. По моему опыту, это вообще очень классно. Вопрос, если, например, вы, на самом деле, как геймастер, не очень готовы обсуждать открытые проблемы, тогда есть очень хитрый ход в форме писемных референс-форм. Ты говоришь, да, я очень хочу, но я совершенно не запоминаю информацию на слух. Но я тебе... Можно вышлю референс-форму? Я специально собираю отзывы таких игроков, как ты, чтобы их перечитать и вот своему ко-мастеру показать, потому что ты же сам понимаешь, что вот я очень устал, и сейчас ничего не запомню. Можно добавить? Да. Ну, просто немножко, у меня сейчас оказалось, что ты в таком ключе, типа немножко читинг такой, да. А на самом деле, ну, собирать в письменном виде, там, через какое-то время, это очень крутой инструмент, потому что это сохраняется, это реально у тебя есть, и ты можешь, ну, вернуться к... Да-да-да, конечно, это классный инструмент, его нужно использовать для референсов, но я объясняю то, что происходит. То есть, соответственно, очень круто обсуждать все в открытом кругу, но я прям уже, вот прям не раз сталкиваюсь, когда люди не готовы с этим. Потому что, ну, люди иногда воспринимаются персонально. Иногда, например, я провела лап, и я устала, и я реально не хочу сейчас слушать никакие советы. Я не то, что против советов, но я вот не открыта сейчас. То есть, не нужно, ну, типа, если мы говорим о доверии и о тонких материях, то не нужно забывать о себе. То есть, тебе тоже должно быть хорошо от этой коммуникации. Вот, но именно обозначение, что ты готов послушать, может быть, не сейчас, это важно. И вот здесь помогают, ну, ну, да, это такой читинг, что вот ты можешь... Но если ты вообще не хочешь никого слушать, я всегда считаю, что, возможно, тебе будет просто любопытно. И, короче, вот референс-формы, гугл-формы спасут мир, я вот убеждена в этом. Мотивация для достижения цели, это, ну, здесь оно пересекается. Когда мы понимаем, что для нас это важно. То есть, мы приходим играть в бар, и мы понимаем, что для нас это важное мероприятие. Стадии доверия. Доверие проходит три стадии. Расчет, опыт и тождество. Расчет, он характерен для незнакомых людей. Да, это то есть, когда мы там компетенции рассчитываем, да, мы смотрим опыт. Это когда у нас есть опыт взаимодействия. Тождество – это цель. Это то, когда мы понимаем, что мы на одной волне, вот как Сергей выразился, мы едины. И мы ко всему этому можем прийти за час воркшопа. И это прекрасно, друзья. И это, на самом деле, что может сделать игру очень... Это когда, знаете, вот вы поиграли в какую-то игру, и вам кажется, что вы всю жизнь прожили, вы там, да вы с этим человеком готовы там на Марс улететь. А почему? Потому что вы прошли путь от расчета, где такое, ну, наверное, он мне не навредит, да, может быть основано на самых-самых-самых-самых разных факторах. Потом вы приходите к опыту, вы вроде бы взаимодействуете, он вам не вредит, а может даже и помогает. А потом он вам не просто помогает, но вы уже пережили какие-то опыты, которые говорит, да, это же мой человек. Но можно разобрать подробнее. Расчет – это самая первая стадия у незнакомых людей. Она шаткая, и она может исчезнуть. То есть она не имеет стабильности. И принципиально важна частота контактов в команде. То есть чем больше люди взаимодействуют, тем легче им перейти на стадию опыта, где у них есть опыт взаимодействия. То есть принципиально это довольно просто. На практике это уже не так просто, потому что важно, чтобы у людей был положительный контакт. То есть когда у людей появляется положительный опыт общения, тогда все классно. И этого можно добиться только благодаря чистоте, потому что, возможно, один опыт не убедил человека в том, что у вас есть положительный опыт общения. Он не был достаточно крепким. Соблюдение договоренностей в мелочах. То есть когда... Ну, здесь просто, да? Типа я сказал, я отвечаю за свои слова. Я как лидер транслирую культуру в группе. Поскольку группа новая, ну, на ладку у нас все время приходят новые люди. То есть даже если они знакомые, то поскольку мы создаем новое игровое пространство и новое социальное пространство, то получается, что очень важны именно мелочи. И если я как лидер отвечаю за слова, я вижу, что все люди, которые выполняют, они у меня на блюдах закрывают глаза, и что делают, все реально закрывают глаза, и что-то делают, то у нас тогда все очень чисто, гладко, понятно и красиво. И тогда люди понимают, что все будет хорошо. Рациональная база. Ну, то, что мы с вами уже только что обсудили, да, какие рациональные факторы. И маленькие победы. Про маленькие победы отдельно я хочу рассказать, потому что это самый простой способ создать людям позитивный опыт. То есть когда у вас есть какая-то трудность, но вы друг друга не знаете, и вы вдруг встали и сделали что-то офигенное, то есть вы решили задачу вместе, вы чувствуете воодушевление. Я думаю, каждый из вас сейчас может в своей голове прокрутить какие-то опыты, да, когда вы с незнакомыми людьми решали какие-то проблемы. Возможно, вы, не знаю, в школьной или какой-нибудь олимпиаде участвовали, или в эстафете. Но и вспомните то чувство, когда у вас получилось. То есть вам нужно было что-то сделать, и у вас это получилось, да, вот эта вот радость, такая вот вау, типа я их не знаю, но они мне уже очень нравятся. И как геймдизайнер, если у вас получается создать вот это вот чувство радости от того, что у вас что-то получилось, классно. Смотрите, ну, простые примеры, да, давайте перейдем уже чуть-чуть начать к примеру. Есть очень-очень простой пример, когда людям нужно считать закрытыми глазами, идти по очереди, да, и когда у них получается, они такие, «Е-е-е-е, мы смогли, это было сложно, да». Хотя, ну, как упражнение, оно не требует много времени, не требует общения. Вы знакомы, вы понимаете, да? Я примерно уплотно. Давайте я объясню. Не без договариваться, кто все еще говорит, как бы нужно. Да, да, да. Не перебивайте у друга. Задание, да, закрываем глаза, считаем от одного до двадцати, а очень-то. Я так считаю раз, кто-то там считает два. Если мы перебиваем друг друга, мы считаем заново. Да, И это позволяет нам разогреть людей. Опыт основывается на ситуациях в прошлом, требует подготовки, усиливается при взаимопомощи в кризисной ситуации. Опыт, как бы, если период расчета прошел, да, что вот типа кинет-не кинет, будет слушаться-не будет слушаться, будет ли он ломать игру, например, вот к тем частым страхом, да, что вот он, не знаю, мне будет мешать играть. Да, то есть если мы с этим разобрались, если игрок ведет себя, что вы видите, что это будет проблемный игрок, возможно, ну, нужно поговорить с игроком, ну, понять, почему он так будет делать. И, ну, я привыкла к такой ситуации, где если ты разговариваешь с людьми, то они обычно, ну, типа, они взаимодействуют положительно. То есть ты спрашиваешь, как ты, что так, потому что чаще всего, если ты видишь человека, где у тебя проблемно, он и не чувствует себя неуверенно, или ему не хватает внимания и заботы, сейчас о заботе поговорим отдельно, и что обычно вот из этих пунктов работает. Или он хочет, ну, он хочет себя проявить, но не знает как, это тоже часто. И обычно, если этому игроку помочь чуть-чуть, типа, вот, не говорить, ну, эх ты, там, типа, что ж ты так, а как-то окружить его любовью, если у вас получится раскачать себя немножко и как-то проявить любовь, то они обычно супер потом вклиниваются, никому не мешают, наоборот, раскрываются. Но здесь, конечно, от вас, как от лидера, требуется немножко скиллов и практики, но это тоже очень интересная задача, если вы готовы за нее взяться. Эмоциональная база, про эмоциональную мы уже проговорили, да, все. Открытость, доброжелательность, личный выбор. Здесь очень важный личный выбор, что, типа, люди пришли и сами делали выбор быть здесь и взаимодействовать здесь. Тождество, в то, куда мы приходим. Устойчивая группа с едиными ценностями и интересами, уверенность в поддержке коллектива, забота. Забота, причем, является хорошим способом подогревать доверие на всех этапах, но именно когда она сама, естественно, появляется среди игроков, тогда мы можем говорить о тождестве. То есть, если мы учим наших игроков заботиться друг о друге, то у нас все класс, у нас все идет. Идет. Мы придем к тому, что мы будем творчеством, будем единой средой и будем помогать друг другу. Принципиально важны открытие информации, прозрачность идей, общность принципов и видений. Ну, это вот то, что мы называем единой волной. Есть по воркшопам на доверие, я сделала такую краткую классификацию. Есть вербальные, есть невербальные. Понятно, в одном из пользователей слова не используются, но все не так просто. Когда используются вербальные? Когда тебе нужно человека представить как личность? Причем, что интересно, кстати, в воркшопам на доверие могут происходить на уровне персонаж-персонаж, и на уровне участник-участник, игрок-игрок. И на самом-то деле, что я заметила по своему опыту проведения, нет особо большой разницы, проводим ли мы игрок-игрок, или персонаж-персонаж. Потому что, если мы располагаемся доверием, мы как-то располагаемся к человеку целиком. То есть, видимо, наш мозг как-то не сильно различает эти вещи. Ну, как у Мьянки, the human brain как-то barely separates fictional from reality. Да-да-да. Поэтому есть всякие bleed-out, bleed-out, потому что, типа, вот мы этому человеку как-то доверяли, мы закончили играть, я понятен, кто ты, но я все равно тебе доверяю. Это очень часто, ну, есть тактильные, не тактильные, да. Очень часто люди, я использую тактильные форкшопы, чтобы сблизить игроков. Если, ну, здесь очень важно делать это постепенно. То есть, есть, типа, там, не знаю, ладони, да, это самая трагиваемая зона. То есть, это люди, которые вот прям руками мы все трогаем, нам легче всего. Есть плечи, это, типа, дружеская зона, да, где мы, ну, разрешаем трогать. То есть, вообще, есть такая тема, что если ты ставишь людей друг напротив друга, они их конфронтируют, если ты ставишь людей в линию, они чувствуют себя единой командой. Да, то есть, если вы чувствуете, что вам в игре нужно людей, чтобы они работали в команде, вам нужно лучше как-то, ну, попытаться, чтобы они взаимодействовали в линейке, может, там, переходили как-то в двигатель. Ну, и дальше там есть всякие объятия, и как вы уже там себе разрешите, и игроки сами себе разрешат. То есть, у нас есть ларк, например, Уилт, который там вообще требует очень сильного физического взаимодействия, но люди на него записываются в парах, потому что важно, чтобы все чувствовали себя комфортно. То есть, а вы уже там можете там прям вообще там переплетаться. Ну, это не эребальный ларк про любовь, поэтому там много всего происходит. Взаимодействие в паре и взаимодействие в группе. Смотрите, здесь важно взаимодействие в паре. Если у вас малая группа, да, возможно, взаимодействие в трех парах покроет вашу потребность в формировании доверия. Но очень важно не исключать взаимодействие в группе, потому что именно доверие всему коллективу позволяет вам расширить ваш, ну, вашим игрокам расширить свои связи и играть не только там против, там, троих, да, с трумя людьми, а работать со всей группой, да, взаимодействовать. Для незнакомых, для познакомившихся. Для незнакомых они подогревают интерес, для познакомившихся они укрепляют и создают культуру. Давайте пройдемся по примерам. Например, очень известный воркшоп, упражнения, инструменты доверия. Например, взять вербальный и тактильный, когда люди говорят что-то про себя и падают, ну, разворачиваются и падают, знаешь? Другие должны поймать. А другие должны, ну да, как ручье, они стоят в руки скрящего. Ну, собственно, единственный вариант, когда я вст... ну, как бы, потому что игра не была, в традиционный, в игру, в игру, собственно, перед одной игрой, там, нет товарища, решил, видимо, как раз съездить в таком пункте или что-то такое, вот решил провести, как бы, там, среди группы, которые, там, чем-то связаны уже с собой персонажем, то есть, вот такой вот, как бы, воркшоп, но он был, скажем так, очень формальный, к нему подошел, мне кажется, вообще ничего не давал, то есть, ну, это вот что-то похожее было. Ну, вот типа, когда они падали, да? Да, да. Ну, это известное упражнение, но смотри, оно требует больших усилий, да? Если оно требует больших усилий, его нельзя проходить на стадии расчета, да? Его можно на стадии опыта, когда вы уже взаимодействовали, да? Понятно, да? Ну, да, ну, это вообще был как бы единственный, что-то... А, единственный? Да, вообще единственный. А, то есть, он вам открыли. Ну, у нас, у нас здесь, ну, товарищ, мы все дарёкся, но сейчас, сейчас, надо быстро. Это, может, и самая была удачная идея? Да, потому что на этапе расчета я такая, я этих людей не знаю. Да, какого фига я должна на них падать? Да, да, а ещё, там же, типа, ты признаёшься, ты расскажешь какой-то секрет. Ну, ты думаешь, это него? Ну, ты же по-разному, да. Ну, по-разному, да, ну, вот я знаю вот эту именно вариацию, что ты, ну, типа, ты, мало того, что ты говоришь нам какое-то своё желание, какой-то секрет, еще и падаешь, типа, что вы прям комбо. Вот, ну, на этапе опыта, где вы, например, сначала можете подделать, встать в круг, ну, если как, выстроить, да, линейку. Смотрите, сначала есть упражнение, можете просто встать в круг, да, и вы просто падаете по кругу, вас поддерживают. То есть на этапе расчета, если ты видишь, что перед тобой стоит человек, и ты точно не упадёшь, то с тобой всё классно, да. Чем мне это упражнение на разборожь, знаете, когда если просто, ну, ты падаешь, тебя человек за эти условия. Ну, во-первых, не факт, что, что в слове, да, даже если ты его хорошо знаешь, ты не увидел, чтобы он ловил других, да, то есть, типа, это, ну, опять же, если ты на этапе расчета, то ты не пойдёшь, если ты на этапе расчета видишь, что у тебя маленький круг, ты, скорее всего, такой, ну, да. А после этого ты уже можешь, типа, вы можете начинать вербально проработать, да, что-то, порассказывать какие-то истории друг другу, а потом, ну, например, рассказывать друг другу, не знаю, кто тебе хотел встать в детстве. Вроде бы это не ничего такого суперсекретного, но оно, как я называю, открывает чакру откровений, вот, и тогда уже люди легче идут на контакт. И потом уже можно тогда залезать на стол и прыгать с него в толпу, как рок-звезда. Например, очень классный воркшоп, который я всё время использую, и мне уже немножко стыдно, что я всё время его использую. Он называется «Мелтинг». А людям дают номера, раз, три, четыре, пять. А ведущий называет номер рандомно, номер пять. Люди ходят. Люди ходят, да. И те, кто номер пять, начинают таять, он, типа, медленно такой вот оседает. А все остальные должны заметить, кто тает. Они его поддерживают, хоп, и поддержали. Это у нас, получается, невербальный тактильный воркшоп. Невербальный нетактильный воркшоп. Например, можно создать... У меня было только что идея. Я забыла. Сейчас. Короче, вот, например, давайте... Давайте гербальный, нетактильный, зарегистов пар. Со взглядами что-то не знаю. А, другой что-то. Другой какой способ просто. Ну, вот, кстати... Или там понтонима какая-то. Я вот, Ларп, над которым я сейчас работаю, я уже в другую историю произнесила, про дедовщину и иерархию подчинения ворнии. Там один из воркшопов как раз будет... Люди должны столкнуться взглядами и без слов определить, у кого-нибудь из них, как бы, позиция в иерархии больше, да? Ну, то есть, кто кого, типа, может подавить. И тот, кто чувствует, что он подавляется, начинает, ну, садиться, да? То есть, это тоже... А, кстати, вот я тоже вспомнила, что есть... Вообще, вот в этом воркшопе, в этом ларпе, там, где вот про любовь и очень тактильный, там, короче, ты просто стоишь, и в глаза смотришь, наверное, минуты две. Ты просто вот так вот проводишь время, и ты чувствуешь себя сначала не очень комфортно, но в какой-то момент ты просто уже привыкаешь. Переламывает это все. Я не считаю, что это самый гуманный способ, но он может быть... Хотела рассказать, что очень классный, ну, скажем, вербальный, не таксильный, я имею в виду сейчас в паре для незнакомцев. Вот давайте, по этому я расскажу. А я этот воркшоп, это упражнение, видела на занятии йоги. Но было очень круто. Короче, девушка, преподаватель, инструктор по йоге, она говорит, вот это мое яблоко, она дает, она говорит, вот тебе яблоко, ты мой друг, и я люблю тебя. Ты должна дальше передать кому-то еще яблоко, и сказать, что он с твоей другом. Можно писать по дороге. Мы передаем, ну, давайте я только сюда передаю. Держи, ты мой друг, вот тебе яблоко. Ну, это да. Ты мой друг, вот тебе яблоко. Спасибо. Вот, смотрите, что происходит. То есть у нас уже, я уже чувствую себя лучше, прям, надо начинать воркшоп, да, с яблоко. То есть у нас есть опыт взаимодействия, и даже на этапе вот, не на ком, то есть это этап расчета, где я думаю, я не знаю, что это за люди, и как я могу им делать. Добро пожаловать. Привет. Вот. Но все равно на этом этапе я понимаю, как с ними заниматься. Давайте возьмем еще какие-нибудь, какие вам интересны. Для познакомившихся. Ну, а чем ты? Для незнакомых в том, что мы всегда работаем с этапом расчета. То есть мы должны для незнакомых все воркшопы, которые мы... Проломить лед. Которые мы даем, а? Проломить лед. Проломить лед, да. Айсбрекинг. Ну, да, вот так все айсбрекеры, они называются, вот они все являются для незнакомых, потому что там уровень риска твоего, то, что тебе кто-то не так посмотрит, то, что тебя осудит, тебе скажут, что ты не очень хороший человек, или ты будешь чувствовать себя не очень хорошо, его нету. То есть вот когда ты говорил, что, о, чуваки пришли, и сходу начали прыгать со стола, и они чувствуют себя плохо, да, потому что на этапе расчета тебя нету рациональных причин доверять этому всему. Для познакомившихся мы можем уже, во-первых, создать определенный опыт, да, и на этапе опыта усиливать с тем, что это их личный выбор, и создавать более кризисные ситуации. То есть если на этапе расчета им нужна маленькая победа, маленькая победа, значит, очень простая победа, значит, сделай что-нибудь очень простой, но чтобы это выглядело, как будто ты просто победитель. Вы все вместе сделали большую победу. То на этапе опыта очень, ну, можно уже с ними играть. Но я вам могу сказать, что можно переборщить, потому что у меня есть лад, где мы играем в космонавтов, и, в общем, мы им всегда раздавали ручки, мы с ними довольно жестко, типа, как добрые, злые полицейские, довольно жестко, типа, их заставляем заполнять букеты в нас. Но и на последний раз, когда я проводила, нам не хватило ручек на всех желающих игроков. То есть игроков пришло больше, чем мы ожидали, и нам не хватило. Ну и мы такие, типа, а что вы хотели, типа, в космосе вам тоже будет чего-то не хватать, давайте решайте. Ну и как это поделить друг с другом? Да, поскольку это был первый этап, то они потом всю игру, они из всех ранов играли наиболее холодно друг с другом. То есть обычно все играют, это, боже, мы семья, мы там очень близко и глубоко понимаем и чувствуем друг друга. То здесь ребята предпочитали играть друга семьи, например, да, или какого-то друга просто, или знакомого. То есть уровень близости от этого просел. И я лично связываю это с тем, что они не почувствовали особо слишком много доверия. Хотя, когда ты чуть-чуть их так подкалываешь, они аккумулируются. Но, опять же, это моя теория, почему это так сработало. Возможно, это просто пришли люди, которые сами по себе более холодные, их нужно греть. Да, они получили классный эмоциональный опыт, но мы, ну, просто видим разницу. И нам интересно исследовать, как маленькие детали могут повлиять на большой результат. Давайте еще какое-нибудь обсудим. и я вам дам задание. Хотите кого-то обсудить? Давайте мы в Гербане, если у меня есть опробки. Ну, не знаю, просто как бы я не очень, как бы, вообще-то разбираюсь. Так не надо, нет смысла разбиваться, в этом-то и прикол, чтобы прийти сюда, не разбираться в этом, и стать разбираться в этом. Ладно, если вы не хотите, давайте я вам дам всем задание. Ладно, надо тянуть, да? Тоже хочешь задание? Много времени. Не знаю, зависит от тебя. Так, у меня тоже есть задание. Значит, у вас у всех есть галочки, которые стоят напротив того воркшопа, который вам нужно придумать. Всем понятно, да, где у вас галочки? Я, наверное... вот, например, у меня написано нетактильный для незнакомцев. Это значит, что остальные параметры вы можете варьировать самостоятельно, но желательно, чтобы вы сейчас подумали, придумали какой-то воркшоп для того, чтобы сформировать доверие. Я, наверное, думаю, что максимум на придумывание. Сколько вам нужно или нет? Можно рассказать? Можно рассказать, как я буду делать воркшоп? Ну, в смысле, что придумаешь? В смысле, нужно придумать или рассказать? Да. Показать на нас всех. Протестировать. А, протестить, типа, сразу. Ну, протестировать, поскольку, ну, я предполагаю, что рассказывать про воркшоп, это прикольно, но когда ты сможешь его провести, мы сможем... Мы сможем... Ты хочешь в команде, можешь скинуть? На, мы можем в одном из разных. Надо придумать. Надо смотреть. Давайте, сколько потратим времени, ну, я вам буду помогать придумывать. То есть, вы не думайте, что я вас сейчас брошу в этот океан придумывания воркшопа. Давайте потратим 10 минут на придумывание. Как вы думаете, вам достаточно будет? Ну, да. Ну, если просто задеться не придумывать, не придумываю вообще просто. Ну, нет, я буду вам помогать. Смотрите, смотрите, с Иосифом Томи, вы не чувствуете себя только одинаково в сезоне Затония? Потому что сейчас вы, может, я могу вам сказать, как нужно придумывать, но мне кажется, что у всех здесь люди уже собрали творчество, уникальный свой эффективный опыт творческой работы. Но я хочу с вами со всеми во время этих 10 минут поговорить, может кто-то вам подсказать, с чего начать, с чем закончить, как продолжить. А потом у нас будет сессия, где мы будем друг друга показывать эти воркшопы и обсуждать, может быть, помогать еще сделать его ярче и интереснее, и лучше. Или наоборот, говорить, этот воркшоп идеален, ничего не будем в нем менять. Я, наверное, очень самоуверен, но у меня есть ощущение, что я сейчас могу, вот у меня есть две галочки, я могу сейчас, я не верю, что я готов прямо сейчас проводить по времени, но мне кажется, что у меня есть идеи по поводу того, как вот к этим доставлять любую галочку, что у меня есть воркшоп, который должен быть, можно назвать, да? Ну, слушай, сейчас вот время индивидуально работает, давай мы с тобой индивидуально сейчас обсудим это. Хорошо? Давай. Может, хочешь сесть? Тебе будет комфортнее? Хорошо, все понимают, что нужно делать? Да, то есть вот сейчас как раз ровно 14.50, смотрите, какой у нас идеальный тайминг, у нас идеальный, идеальнейший тайминг, я просто хочу пройти. Давайте потратим 10 минут на то, чтобы подумать, но я с вами со всеми за эти 10 минут еще планирую поговорить. А может, кто-то, ну, просто задать вопрос, может, кто-то хочет не единолично работать? А, может, кто-то хочет работать в команде, да, да, можно отдельно, можно в команде, все хорошо. Ты так киваешь, и я такая думаю, мне просто и так нравится, и так нравится, все хорошо. Кто-то хочет работать в команде? Ну, у меня достаточно сложная задача, чтобы для меня во всяком случае. Тут, тактильный, да, незнакомец, это же такое классное. Самое сложное это начать. Самое сложное это начать. И что главное, в первый раз. Так, не рыбальный в группе, сейчас я к тебе вернусь, просто ты уже, видишь, а я, а я сейчас... можем, например, у вас, всем понятно, да, немножко пропустила, но я думаю, что понятно, да, что такое незнакомцы, донатильные сутки? Мы только что просто обсуждали, как работать с незнакомцами, что им, у них важен расчет, то есть, их важно не ставить в рисковую ситуацию, даже минимально. В рисковую, ну, не рисковать, даже когда я в этом рассказал, Сергей, что вы, ну, попросили людей прыгать со стола, в полку, просто падать, они только пришли, да, иди, возвращайся. Восстание, нет, что-то мне говорится. Ладно, не возвращайся. Ну, ты возвращайся пробовать, если хочешь. Ладно, давай, эти команды. А, Да, что? Не спроси. На, извини, я забыла, о чем. А, про незнакомцев, да, что их нельзя, ну, чтобы они, потому что они только оперируют стороной расчетов, рациональный. Да. С чего начать? Сначала ты можешь подумать, какая у тебя группа. Можно вместе. Ну, Я села на эту группу. Да. У тебя группа про незнакомцев, да, у тебя взаимодействие. Группа, которая молчит. Смотри, из этих всех невербальные являются более сильным ограничением, в чем и самодействие группы. Согласен? Согласен. Да? А, поэтому я буду с твоим вместе сейчас подумала, какие невербальные, ну, в чате хорошо, что, заново, в чате они не знакомы, но не знакомы. Ты потом решишь себя сам, за кого вы видите, за каком этапе прогрева. Нет, ну, любая, значит, любая. Можешь сам выбрать. Подумать, какие невербальные взаимодействия могут помочь людям чувствовать себя не вряд ли другу больше. Просто сам для себя подкидывать, какие невербальные, например, только пожарать, что они являются невербальным, но... Это в контексте какого-то, уже реального взаимодействия, с ограниченностью этого дрова. то есть, например, то есть, мы обсуждали с падения, надо выглядеть как... ну, что это выражение на тренинге, это тоже, выражение на тренинге. Ну, это же, вот опять же, прополнительная связь. игры, это, ну, что-то, ближе, ну, вот так, кругом, но с того, что... Смотри, я просто занимаюсь лапами, и у нас, воркшопы, это прям вот блок взаимодействия. То есть, воркшопе, например, 24 часа, из них можно полтора часа воркшопах, час игры, полчаса дебрифа. И для нас это этап подготовки к игре. То есть, сам встал. Да, это первый вопрос. Но ты, например, когда... Ну, пошли, это же подготовка игроков к взаимодействию в игре. Правильно? У нас еще одна своя. Своя, наверное, в этом контексте. Смысл рассказать. Но ты можешь выбрать просто как кубик такой, о котором можно вставлять в любую в тренинг, и просто, когда там в тренинг, в лагере, визуруешь. Я понял. Тогда у меня есть идея, например, на... Вадь, ты подумай, они... А я поговорю с... Прости. Я буду целоваться. Ну, это же... А у тебя против... У тебя... Целение... Мне кажется, что это может тоже слишком резко для меня. О, где общая... Мальчики... Ну, это может... Там не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Привет. Привет. Вот так. Вот так. Класс. Ты отстаёшься? Да. Хорошо. Я предлагаю тебе работать в команде. Хорошо. Только что закончилась лекция про то, как формировать доверие и стать доверием, и с фактором доверия. То есть, к сожалению, ты... Мне другу доверяют, а мне просто... Да, но мы сейчас работаем над тем, чтобы создать воркшоп и упражнения, которые фимируют доверие. Я тебя объединяю с Виталиевым, чтобы вы вместе сделали. Виталий из заданий. Я думаю, он тебе объяснит и немножко бьёт в курсе, потому что он прослушивал эту лекцию, и ты от него уже расскажешь о своём будущем. Ну, если у тебя будет вопрос, я вам подойду ещё раз. Хорошо. Хочу вас сказать. Хорошо, вы садитесь вместе, а мы здесь не ваше. Ну, да. Хочу тебе сказать, что ты сейчас сидишь очень опасно. Да, я понял. В доверии очень важно заморкивать. Нормально. Хорошо. 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 Давай что-нибудь такое, что... Ну, это хорошо. Ну, давай, нужно что-нибудь издевать. То есть, это хороший шаг. Типа, где вы вместе строите... Типа, где вы вместе строите... Ну, давай попробуй привезли, что сделаешь, что здесь будет. То есть, тебе сейчас будет приходить в голову, идеи разные, да? И есть люди, скажешь себе, что, знаешь, первые пять идей классные, но я думаю, что это вообще, что ещё никто никогда не раз делал. Вот если тебе запросили, то тебе начнёт какую-то пробу, я начнёт к себе всякие штуки. Мне нравится то, что это очень важно. Потому что для меня фронтсов это максимально важно, если вы сможете... Это концепция... Я вообще думала, что-то купить, но это... Короче, это то есть, именно вот здесь я очень задумываюсь. И теперь подумай, какие ты можешь запросить это, который с чего-то еще на месте, потому что, что каждый из вас будет вообще здесь. Но при этом можно реализовать, и что начнется, на месте укропа. Решайте, да? Может быть, я не знаю, что-то не помогает, это нужно писать. Когда я пошу, я разрешаю с вами с нами и... И... Ну, вы знаете, банально давайте... Мне кажется, вот, я бы делал вот на эти три, с закрытыми глазами, тебе нужно, наверное, найти друг друга. или что-нибудь такое, чтобы ты как бы по тактильному определил человека. Какие подмойки, это в смысле, ты сейчас... Ну, это какой-то... Ну, я думаю, что у тебя невербальная. Ну, мне кажется, что это довольно сложность у тебя, особенно, для незнакомых. Ну, да, даже для знакомых это сложно. Ну, пока... Да, мне кажется, что вы такие, смотрите друг на друга, вы все только его должны найти, так что я случайным образом расправляюсь по залу и все, и дальше с закрытыми глазами только ищем. Ну, если люди незнакомые, то можно сказать, в зависимости от того, как это предоставлено с вами. Мне кажется, Ну, в смысле, мне кажется, это как раз тот случай, когда люди как-нибудь из ситуации выйдут каким-нибудь неожиданным образом. Ну, например, какие-нибудь знаки договорились, или что-нибудь такое. Например, можно сказать, что им заранее могут договориться, там, условно говоря, там 30 секунд, вот, они могут там познакомиться, и даже не договориться, что, типа, мы там будем друг другу лопасть по коленке, вот, если мы, как бы, поймем. Но, ты, как бы, выходишь, и начинаешь, как бы, с этими глазами, вся хлопасть по коленке, словно говоря, личное внимание, это мог быть другой, и через это уже там, ну, происходит уже какое-то доверие, упускается любого человека, связанного комфорта, все вот это вот. интересная мысль такая. Как твои дела? Нет, идеи. Давай, ты же отложишься. Да, и у вас, что мы точно отключаем. Мы тоже отключаем какие вещи, что я заеду, и глазами, и вообще, когда я, вот, вот, нам нужно, во-первых, все-таки привести некоторые, вводить алкогольные, это алкогольные. Угу. Акоголь довольно сильно флоршает, и все. А, вот, вот, мы выбираем, ну, мы выбираем, ну, просто это любым, любым образом? Да, да, мы выбираем, а, мы выбираем, невербальные и глуповые, да? Ну, успеть нечестный, например, здесь есть только какие-то, мы можем сказать, что ты говоришь про, ну, как бы, какие-то поиски, да, где есть беспроводные. Интертуальная, а это инсекторальная. Мы, 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 мы можем сделать это, что, ну, мы, мы можем, мы можем сделать это, ну, мы можем сделать это, ну, давай сейчас, Субтитры делал DimaTorzok Да, есть там уровень доверия, просто когда я могу еще рассказать что-нибудь очень личное, что я мужчине рассказываю, и там, где не вы. Говорим, что я тебя допускаю в свое личное пространство физическое, что там позволяете. Это очень-то разная подробность. И, как бы, да, третий уровень, там, где они, там, тоже отдают себе себя, как там, как вообще, Я говорю, что там со мной делал. Кто-то говорит с закрытыми глазами. Ты говоришь, если я видел это, то кто-то прошел. Ты открываешь глаза, и это очень много. Да, да. Ну, есть такая игра. Есть такая игра, называется «Ванкиры», там, которые очень интересны для запуска. Ну, я не знаю, кто ванкиры. Но есть, когда-то с правилом запуска. И одно из правил запуска, что все делятся на ведущих переломах. И, как бы, ну, ты не знаешь, кто поможет оказаться ванкиры, с закрытыми глазами или человек, который видел. Ну, это человек, который видел на несколько лет, с точки зрения, ну, там уже разные взаимослести. Давай, ты можешь запишите. Ну, да, только введет в валику двоих, например. Ну, да, да. И никто не знает, кто их ванкир. Ну, да. А, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, ты знаешь. Давай же увидите. Нет, кто-то его не видит, один видит. Цель пройти круг. Цель пройти круг – она берет свои кого-нибудь сети. А я предприятию с ребятами, я не знаю, что это может быть. Тробано. А то есть даже то, кто завязывается. Да. Он должен... Чего? Просто он должен, по-моему, на шее. Сзади же части. То есть в любом образе. Да. Как нам спастись? Спастись и бежать. Вам нужна моя подсказка, помощь, совет, мнение? Можно еще дать. Ну вот... Да мы просто пока так нахер. У нас есть как бы пара идеи, наверное, их уже будем озвучивать. Тут на самом деле вопрос большой про доверие к чему оно подводит. Уже я писал, что да, ты можешь подводить доверие к тому, что ты готов что-то рассказать человеку искренне. Такое, что обычно рассказываешь там, я не знаю, что-нибудь там, что тебя в жизни очень цепляло. Что-нибудь очень личное. Не буду там допускать человека просто в свое личное пространство, что позволяет ему, не знаю, там, кличке тебя касаться. Это тебе не нравится, например. Я не знаю, что-нибудь еще там за шейф. Буду сказать, как бы, если он со шахтовой эмпиры. Поэтому это не всем приятно на начало. Вот. А, соответственно, и третий, что я называл? Этихитирам? Да, 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 да. Ты отдаешь некую часть своего управления собой, другому человеку, потому что ты позволяешь ему, да. Вот поэтому, мне кажется, история с эмпиром, это все-таки недоверие вызывает. Вот если человек... Нет, эмпирами не надо. Без эмпиров. Ну понятно. Ну, сейчас, если бы я хотела, чтобы вы иисли все варианты, которые у вас есть, выборы один, но максимум два, которые вы хотите попробовать и посмотреть, как оно реально работает с людьми. То есть не то, что вы где-то уже видели, а то, что вы в команде сейчас с вами присоединились. Я думаю, для групповых придется войти на коридор, что... Мы для коридора будем проводить, мы здесь не будем, здесь слишком тесно. Смотри, мне кажется, вот так, что... Вы же дальше делаете, да, выбираете один или два, ну, два мы можем успеть сделать. Ага. Короче, мне на самом деле интереснее, первый вариант про личный рассказ, потому что ролевых играх как бы с рамками картосовых проблем нету, там седут вдруг по лицу или по мешам бьют. Ну, давай дальше встречаемся. Про именно доверие, в смысле, рассказ чего-то очень личного. Ладно. Вот я и... Надо быть нормальным. Правда, да. Я уже разорвел мысли с слепыми. Ваше счастье времени делать с одного... Эти минуты шармчикам, которые рядом идут, и говорят, ему подойти. А, ты возникла. Можно сделать не такси, не касаясь. И тогда у меня уже пусть и что-то рассказывает, но у меня есть на опыту, и потом много говоришь со стороны, и как вы ведете у вас в его время осталось. Смотри, мне интересно сейчас перейдем немножко про другое. Вот, смотри, прямо сейчас, когда играем, у меня есть какое-то опасение... Ну, хорошо, там в клубе играем, неважно, это на самом деле. То есть, вот мы играем, вот у меня есть какое-то опасение святое на всём, там может быть стыдно, может быть просто там не смогли говорить. Вот, про то, что там, я не знаю. Я пришел и думаю, что все слабые игроки, и мне с вами будет неинтересно. Или что-нибудь еще. И так, вот такие опасения разрушить, именно... Или опасения, или ограничения. То есть, в целом, я там, не знаю, если, допустим, готов там пускать себе и так далее. Но какие-то вот такие ментальные рамки недоверия. Ну, при вербально... Ну, да, давайте встречи, наверное, сначала закончился. Соответственно, одному завязывают глаза, другой его везет, и... О, кстати, вот что. И он должен привести круг, он должен привести круг, а на них там нападают монстры, условно говоря. Периодически. Ну, или, знаете, или банкиры, или что-нибудь еще. То есть, главное, в целом, в тревом шаге, ему реально страшно, что политически останавливается. А раз ему, в целом, всё страшно, идёт, и проводит некоторые юрицы, и всё ждёт, он должен... Привет! 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 Что? У нас есть? Нет. Есть? Есть? Есть. Я думаю, надо будет спросить. Есть вопрос. У нас уже вот предлагают, не знаю, там это монстров-водить, которые периодически нападают на... Ну, этот вы придумывали, а не нападают. Да, ведущей его как бы оберегают, но, мне кажется, это немножко на том. Ну, смотри, здесь как бы получается, что мы качаем какое-то доверие к ведущему, что нас спасет. А нам желательно, чтобы игрокам доверили, хорошо? Понимаешь? Я так не ведаю меня, потом я там. Это реально какой-то такой, типа, я там. Ну, как бы просто она не качает группу, эта динамика не работает. А у тебя взаимодействие в группе, тебе нужно, чтобы они все сразу начали доверять. Ну, ты подумай, какие действия, они нормальные? Хорошо? Да, у меня есть пример, мы пытаемся второй предыдущей. А, хорошо. Ну, просто мы же не ведущего пытаемся, а именно знаем доверие в группы создать. Да, да. Какие-то такие ассоциации, там, в основном, по жизни, по жизни, они происходят в полу, не обследованно и очень много, что прованкировано. То есть, берет время, здесь сколько-то, ага. Кто, где, с кем. Ну, училась? Да. 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 Ну, пока нет. Да. Я уже проживала, только была там. Ну, все равно отсюда я ничего делать не могу. Сейчас только напишу человеку, которого я сегодня раз видел. Ну, ты можешь, например, ограничь себя в чем? Ну, давайте сейчас закопляться же, да? Я там, вы готовы, да? Ну, да. Вам две минутки, мы здесь просто доработаем. Ну, не знаю, они должны, чтобы они… Я придумал, короче, мандарь. Вроде все в шарфике, а мастер, собственно, может, в чайном образом снять шарф с человека, либо с одного там… И периодически есть безопасное место, куда нужно прийти, есть безопасное место, из которого медленность, зло, печенье. Собственно, человек, который видит, должен всех туда привести. Ленда, люди начинают чувствовать, куда все люди, на этом цепляться, друг другу, и все такое. Это очень сильно очень хорошо. Про это, когда мы вводим пяти монстров, когда мы уже вводим методы, мы уже должны быть вложены, когда вы приходите. То есть, доигровая, которая у нас просто сплошная группа. А, ну если просто сначала шоу, то есть, именно только в казино, если друг другу. Ну, да, да, в смысле, как говорится, можно без монстров, не важно. Главное, что они, сколько-то видео должны куда-то всех привести, и у них есть на это ограниченное время. А чем оно ограничено, там монстрами, там, я не знаю, как заранее сказано, что надо это делать за какое-то время, там что-нибудь еще, это уже не так важно. Так протекает наш хоршок в виде. Доверие образуется. Доверие образуется. Работает. Или стаканчик. Да, доверие между тобой стаканчиком. Между мной и стаканчиком пока есть некоторая неуравновешенность. Потому что есть вопрос недостаточно совместного опыта. Совместного опыта, пока мы ответим, что победы. Ну, давай, подумаем, что не можно еще что-то делать. Семеняет как бы друг друга. Привет. Привет. Они собирают. А можно ковечку в комнате? Конечно. Он пишет нас за тобой. Нет, похоже, в такой формате, допустим, я помню, чем на беспомощность. Нет. Все закроют глаза. Они ходят по комнате, при этом они должны, как улей, постоянно за кого-то, кого-то касаться. Если они там слышат, что кто-то рядом проходит, они могут заниматься. Мне кажется, не обязательным. То есть они не обязательны кого касаться, но это не возбраняется. Потому что это довольно прикольно. Когда ты никого не касаешься, ты очень одиноко себя чувствуешь, что с другими глазами никого не касаешься. Когда ты касаешься, возникает еще такое мнение, что один, ведущий, кто-то уже в Москве, и они изначально не договариваются. Кто из них понимает, куда идти. Кто из них понимает, куда идти. Ведущие имеют право одному шоу по глазу открыть. Наши, знаете, у нас в сайте были открыты. Наши благословения, когда дети возникают. Вы расслабляетесь. С темой человек ходите. Все дети оставляют здесь, они уже за шаг у финала. Мастер говорит, куда идти. И мастер говорит, куда идти. Да. Что-то так. И все. Хорошо. Нет, я спрашиваю. Да-да-да. Он может относиться к нашу антигербальность. Он не может никак сказать, что я бегу. При этом он может встречаться больше, чем он для игрока. Да-да-да, а кого-то из зрячих закрывать, а остальным зрячих показывают другуюся. Нет. Нет. Средняя конкуренция еще что-то была? Кто-то куда больше отведет? Нет. Да-да-да. Да, но он знает, куда идти все равно. Для того, чтобы не знать, куда идти, а остальные указы показывают. Зачем пределы зла, что он должен наконец-то искать. Все, что нужно. Да. Мы говорим, что все-таки. Заранее правило. Один человек открывает глаза, знает куда идти. От тебя, может быть, Светлана, может знать куда идти. Если тебе закрыли глаза, то цель может поменяться, а может и не поменяться. Короче, дети все есть в предстоятельствах. Нормально все придумали. Друзья, вы тоже готовы? Да, мы готовы. Друзья, и вы же готовы, правда? Да. Уже давно. Пойдемте на коренок, чтобы нам было удобнее. Да, точно. Да. Тааа. Продолжение следует...